Дело в том, что ответить на этот вопрос очень нелегко, потому что ответ есть в одном из высказываний Сталина перед его смертью, что на моей могиле столько будет занесено, что ветер истории потом все это уберет и развеет. Дело в том, что если мы вспоминаем жизнь Сталина, то можем там отследить вехи некоторые, которые достаточно интересны и замечательны. Восемь ссылок со всех бежал, кроме одной, а одну от звонка до звонка. Четыре года получал жреческие знания по управлению. И вот тогда, когда он уже был готов к управлению, вот он начал это делать. Если мы будем смотреть по факту, без тех событий, которые произошли после его смерти, 20-го съезда, Хрущева, плана Даллеса, Черчилля, который получил за смерть Сталина награду, то мы увидим, что Сталин, самое главное, была создана одна из высших каст, каст отруженников. То есть он уже начал систему по созданию коопного права. Следующий этап, который он начал реализовывать, и мы это отслеживаем в начале 50-х годов, это создание денежной системы своей самостоятельной, неподчиненной системе, которая была построена в Бреттон-Вуде. Он подписать подписал, но не ратифицировал все эти вещи. Какие он ставил задачи, к чему мы должны были прийти? Смотрите, 1 апреля каждый год понижались цены. Лихвы и процента как такового не было. Если были проценты, то они просто погашали издержки банков. Вот не более того, социальные проекты и все остальное беспроцентно финансировалось. А ВПК вообще с минусовым процентом иногда и как суда, без возврата этих средств. Потому что часть возвращали путем продажи. Очень хорошо сказал Черчилль, нужно просто посмотреть его речь. Вот тогда, когда Черчилль попросили облить грязью Сталина, то он как рыцарь не посмел этого сделать. Он был врагом и противником Сталина. Конец его речи, мы все знаем, да? Принял Россию с Сахой, оставил ее с атомной бомбой. И поставить настолько велико, что долго мы еще будем разбираться с тем, кто это был Сталин на самом деле. Но и имя Коба его, да, тоже созвучно с концепцией общественной безопасности. А Коба это одно из имен жрецов. То есть так раньше жрецов называли. Поэтому жреческие знания, сама жизнь как жреца, тот аскетизм, который, скажем, был во всем. Для того, чтобы исказить это все и не донести до нас эту информацию, вот и были предприняты попытки спецслужбами Запада, агентом которых и был Хрущев, дискредитировать Сталина. Эта работа была произведена. Думаю, что в ближайшее время, в общем-то, развеем все эти мифы о Сталине. Вот информация станет доступной. Думаю, что вся информация, которая из себя Сталин, будет рассекречена и будет в открытом доступе. Тогда мы сможем разобраться, что же на самом деле происходило. Хотя вопрос это очень длительный. Сейчас те стереотипы, те установки, которые забиты за последние, скажем, 60 лет, придется очень долго и терпеливо все это вычищать и выгребать. Но в любом случае, если мы хотим сделать что-то новое и освежить, мы сначала занимаемся чем? Уборкой в помещении. Точно так же и здесь. Поэтому будем убирать информацию, которая является ложной, недостоверной, той, которая дискредитирует. И вспомним о том великом и былом, которое у нас было. Вспомним, что мы народ победитель, но при этом мы никогда ни на кого не нападали. Но если нападали на нас, мы никогда не проигрывали. Глобально, тактически, да. Да, мы потеряли Советский Союз. Да, потерпели поражение. Но это вот потери, как мы оставили, скажем, там Смоленск, оставили Минск, оставили Киев во время Отечественной войны. Вот сейчас за нами Москва. Нам дальше отступать уже некогда. Поэтому вот сейчас, если мы сравнивать будем по аналогии, вот у нас сейчас Сталинград, Сталинградская битва. Поэтому мы и в этой связи должны вспомнить имя Сталина. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.